Приветствую вас, аноним. Речь идет о том, что вы отношения ставите, на мой взгляд, слишком высоко, но вы придаете им чересчур много отношений. Для вас отношения очень важны. Вы говорите, что вы рассчитываете на серьезные отношения. Это означает, что вы хотите серьезных отношений. Если вы хотите серьезных отношений, то было бы лучше, если бы вы как-то вот определили для себя, то почему они для вас так важны. Ну, именно вот, серьезные отношения. Для чего они вам нужны? Серьезные отношения. Прямо. Вот. Мне кажется, что это очень важный момент. Мне кажется, это очень ценный момент, потому что за свою потребностную сферу ответственность не несете вы. И только вы. И больше никто-никто. А получается, что вы за свои желания ответственность предлагаете на мужчину. Вот. Что, конечно, достаточно сильно усложняет вашу жизнь. Потому что значимость отношений увеличивается сразу в несколько раз в несколько раз минимум, а то и больше. Вот. Это первое. Второе. То есть, понятно. Знаете, что, вот, первое, это нужно определиться с тем, почему вам отношения так важны. Второй важный момент заключается в том, что вы боитесь быть навязчивыми. Это, на мой взгляд, тоже очень важная история, потому что страх навязчивости говорит о том, что вы в отношениях себя позиционируете как партнера, который, ну, ориентирован в большей степени на себя, нежели чем на партнера. Вот. И навязчивость здесь ведется в том, что то, что вы хотите, вы хотите не для партнера, а для себя. И в этом, в принципе, плохого, ничего я не вижу. Прям. Такого негативного. Но, это не счастье. Второе, от чего зависит страх навязчивости, это неуверенность в себе. Неуверенность в себе плюс страх потерять человека. Ну, страх потерять человека, вытекает, конечно, исключительно из того, для чего вам отношения нужны. То есть, это само собой. Разумеюще всего. Таким образом, неуверенность в себе плюс то, чем вы делитесь с мужчиной, то есть, что вы ему даете, и оправдает страх навязчивости. Вот. Ну, и как вы уже поняли, я надеюсь, что неверенность в себе это, в том числе и обесценивание. Да, обесценивание себя от того, что вы демонстрируете человеку, того, это обесценивание вашей, по-моему, по-моему, обесценивание вашей модели поведения. Вот. И, как бы, коррекция здесь, безусловно, поможет, могла бы помочь вам более легко общаться с мужчинами. С мужчиной. Следующая важная история, это то, почему закончилось ваше первое отношение. Какой опыт вы извлекли для себя из этих отношений? Какая пара вас сбила? Какие выводы вы сделали? И сделали ли вы выводы вообще? Если да, про какие, какие выводы, какие это были выводы? Что эти выводы из себя представляют? Вот. Это тоже очень важная история. Следующее, это то, что вас объединяет с мужчиной. То, что у вас общего с человеком. То есть, насколько много у вас общего с вашим партнёром. То есть, вот, ваш страх, что, ну, что вы мастер человека потерять. Он, в общем-то, отчасти справедлив. Он связан с тем, что нет уверенности. уверенности, что человек с вами, что человек с вами общается. Вот. И с одной стороны, с другой стороны, такая позиция является нормой. Потому что отношения сами по себе нестабильная сфера. Вот. Потому что человеческий фактор. Но, с другой стороны, чем между вами больше общего, больше общего именно эмоционально, тем лучше, тем больше шанс, что вы сохраните общение. Вот. То есть, упор нужно сделать именно на общее нежеландное. На то, чтобы человек видел вас не только как девушку, которая ему, ну, приглянулась. Да? Ну, и как личность, вот. Как личность, ну, достаточно интересную личность, скажем так. Вот. Мне кажется, что и вам, и человеку, в общем, будет, было бы, было бы только полезно, если бы вы, ну, стремились воспринимать себя именно таким образом. Вот. Это тоже важный момент. Так. Значит. Дальше. Обращаю ваше внимание на то, что вы познакомились с мужчиной в интернете. И это, конечно, на мой взгляд, ну, накладывает определенный отпечаток на ваши отношения. Потому что, почему в интернете? То есть, почему вас не интересует реальный мир? То есть, в реальном мире был неудачный опыт. И вы поэтому, ну, как-то вот абстрагировались от этого. Или было, может быть, ну, может быть, было что-то еще. Вот. Почему вы, условно говоря, последний комик в интернет? Ну, и насколько вам важно было? Вот. Насколько важны были отношения, что вы решили в интернете искать. Вот. Все эти нюансы необходимо поисследовать. Вот. Если есть негативный опыт, то с ним помочь вам его пережить. Следующий аспект. То есть, что мужчина старше вас на 10 лет. Зачастую это говорит, это свидетельствует о некоторых, некоторых, повторяю, некоторых, возможных проблемах в личностном развитии. Вот. То есть, либо излишняя серьезность. На что косвенно намекает, что это факт, что вы рассчитываете прямо на серьезные отношения, отношения, как вы говорите, либо на излишнюю детскость. Вот. То есть, такая большая разница в возрасте это с психологической точки зрения вследствие определенных проблем. Вот. Которые могут быть, могут не быть. Их нужно проверить, связи ли они или нет. Вот. Такая вот история. Ну вот, в принципе, я думаю, можно ответить вам в таком примерном ключе. Да. вот. Вот. Примерно примерно так можно ответить на вопрос, который вы даете. И, соответственно, с учетом количества информации, которую вы туда ставите, ответить вам можно примерно примерно так. Хотя, не исключено, что есть моменты, о которых вы не написали, но которые тоже имеют важность. Кроме того, 15 дней назад срок очень маленький. Вот. то есть ну вообще ничего не значит. Вы уже пребываете в неких таких иллюзиях. Вот. Это может вам навредить достаточно серьезно. Может вам это навредить. Вот. иллюзия, могут порастать в будущем разочаровании. Вот. Мне кажется, что вас от этого также нужно предостричь разочаровании. Чтобы вы не попались на это. Вот. И чтобы не страдали. Чтобы не страдали. Вот. Так я думаю можно ответить. Главный вопрос не торопитесь. Обратите внимание на свою жизнь. Не забывайте про нее. Про свою жизнь. Про то чем вы занимаетесь. Про то куда вы идете. Все-таки к чему вы стремитесь. И так далее. Вот. Не стоит об этом забывать. Вот. И двигаться нужно вам собственно в направлении прежде всего собственного развития. В направлении прежде всего своих достижений. Вот. Своих целей. Но ни в коем случае ни в коем случае не в направлении того, чтобы придавать такое чрезмерное явно чрезмерное значение отношениям с мужчиной. С мужчиной. Вот. даже если он серьезен. вы говорите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Всего доброго.